Очередной обмен пленными между ополчением ДНР и киевскими силовиками может состояться уже в субботу. Об этом сообщил сегодня представитель омбудсмена самопровозглашенной республики. Речь может идти о передаче по формуле военной на военного. Первый такой обмен с начала года между сторонами конфликта произошел минувшей ночью. Свидетелем этого стал наш корреспондент Антон Степаненко. Обижали в плену? Нет? Нет, не обижали. Я тебя обижала? Нет, ты ничего. Ножку спасала? Самый лучший врач. Его взяли в плен в Донецком аэропорту. Он был ранен. Его выходили, а теперь отправляют домой. Чуть позже этот украинский военнопленный скажет. Не нужна эта война. Это рукость. Просто рукость. Бригада «Восток» Донецкой армии меняет пленных на своих. Восемь украинских солдат на восемь своих сослуживцев. Плюс одна женщина, которая тоже оказалась военнопленной по версии киевских властей. Это первый обмен после Нового года. Примечательно, что происходит он без содействия наблюдателей ОБСЕ. И на этот раз не на нейтральной полосе, а на посту Донецкой армии. Поздно ночью сюда с украинской стороны просто приезжает автобус и скорая помощь. Практически все киевские солдаты ранены. Их меняют, когда стало возможным по состоянию здоровья их транспортировать. В автобус с пленными ополченцами первый заходит уполномоченный по правам человека ДНР. От увиденного она в шоке. Разница в состоянии меняемых очевидна. Украинские солдаты подлечены, сыты, одеты. У каждого даже небольшой пакет с пожитками. Была гуманитарная помощь для них, то есть теплые вещи и так далее. То есть все вот это вот. Одеяло какие-то, которые там с ними были, потому что поездка у них дальняя. Из автобуса с украинской стороны выходят тени, еле держащиеся на ногах. Без преувеличения, они лишь похожи на людей. Башку отбили. Не держите. Колотые раны. Все хорошо, колотые. Чем? Ножом. Ножом. Его допрашивали, а чтобы был разговорчивей, втыкали в ногу нож. А потом накладывали швы и снова били ножом. В плену они провели всего 10 дней. Целых 10 дней, которые хочется забыть. Били с утра и ночью, и днем. Одного забили парня на смерть. Да, что только не делали. А что они хотели от тебя? Информацию. В Италии? Да. Об этих днях в украинском плену они немногословны. Проще сказать, что в теле не испытывает боль. Может, палец на левой ноге. Остальное болит? Военным медикам украинской армии вместе с ранеными передают и все медицинские документы, чтобы было проще поставить их на ноги. У кого они остались? А в Дебальцевском котле, окружение которого сейчас завершают армии Донецкой и Луганской республик, может оказаться до 8 тысяч украинских солдат. Потенциальных военнопленных. И как показывает практика, буквально каждый, сложив оружие, уверяет, что ни в кого пострелять не успел. И вообще, был поваром. Ходил в караул, служил коптерчиком. И пожилым кварталом Донецка не стрелял. Антон Степаненко, Артем Григорян, Рушан Умяров, Первый канал, Донецк.